Как заменить бумажный медицинский полис на пластиковые? Можно ли за пределами домашнего региона пройти диспансеризацию? Ответ на эти и другие актуальные вопросы узнаем в студии. У нас в гостях Юлия Малиновская, начальника отдела по защите прав застрахованных Алтайского филиала страховой медицинской компании Ресомед. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Прежде расскажите, кто такие, вернее, напомните, кто такие страховые представители? Потому что, как выяснилось, не все люди знают, чем занимаются эти люди, а какова их поле деятельности, так скажем. Служба страховых представителей начала свою работу с 2016 года. Сначала это были страховые представители первого уровня. Это специалисты контакт-центра страховых медицинских организаций. В 2017 году включился второй этап в работу. Это страховые представители второго уровня. Это те специалисты страховой компании, которые работают непосредственно в медицинских организациях. И с 2018 года третий уровень – это страховые представители третьего уровня, врачи-эксперты, которые занимаются непосредственно экспертным контролем за оказанием медицинской помощи населению. В поликлинике как понять, что вот этот человек, который вот находится в холле, он именно страховой представитель? Ну, в первую очередь об этом есть информация на стендах страховых медицинских организаций, на информационных стендах самой поликлиники. Стоят таблички с режимом работы страхового представителя, с логотипом страховой компании. У страхового представителя в обязательном порядке есть бэдж с именем отчеством. По каким вопросам я могу подходить к представителям? К страховому представителю первого уровня вы обращаетесь непосредственно по телефону, бесплатной, горячей, круглосуточной линии. Значит, с любого телефона будет звонок бесплатным. Они отвечают на типовые вопросы. К специалисту второго уровня вы обращаетесь в медицинской организации с вопросами содействия по укорочению сроков ожидания медицинской помощи, по вопросам, какие виды медицинской помощи входят в полис обязательного медицинского страхования, соответствуют ли действительности, если вам выдается направление и предлагает создать анализы платно. То есть, в принципе, с любым вопросом, кроме экспертной деятельности. Ну и я так понимаю, что в это же поле действий, деятельности страховых представителей входит и приглашение на диспансеризацию? Приглашение на диспансеризацию осуществляется страховыми компаниями, как правило, централизованно. То есть, как это происходит в нашей структуре? Рассылаются смс-оповещения, либо это информация на мессенджеры, вайбер, ватсап, либо это письма почтой России с приглашением пройти диспансеризацию. Во-первых, они индивидуальны. Во-вторых, они имеют указания на медицинскую организацию прикрепления, то есть туда, куда пациент должен прийти на диспансерный прием. С указанием желательного периода прихода, допустим, пациенту исполняется та дата, которая подлежит диспансерному контролю, допустим, в первом квартале. И мы стараемся пригласить медицинскую организацию в этом квартале, потому что и медицинская организация формирует список на участке, когда удобно врачу и медицинской сестре участковой принять данных пациентов. Но это не значит, что если вы в первом квартале не успели, вы не можете в течение календарного года это сделать. Далее, в результате проведения анкетирования и опросов мы также выясняем. То есть мы можем узнать в ходе разговора у застрахованного, был ли он в этом году на диспансеризацию. То есть, зная его возраст, мы говорим о том, что... Вы знаете о том, что вы в этом году подлежали диспансеризации. Если вы были, что вас устроило? Какие у вас есть пожелания? Если вы не были, то почему вы не были? Если вы не хотите пойти, то это также важно узнать категорически, почему пациент отказывается от прохождения профмероприятий. И мы неоднократно говорили о том, что именно диспансеризация дает возможность на ранних стадиях выявить какие-то очень сложные, серьезные заболевания, в том числе онкологию. В данном случае страховые представители, вот человеку с диагнозом рак, онкология, как помогают? Я с вами соглашусь, что первая основная задача профосмотров, куда и входит диспансеризация в том числе, это раннее выявление социально значимых заболеваний. Одной из них является онкологическое. Во-первых, это скрининговые методы, определенный объем, который позволяет уточнить, есть ли даже отсутствие этого заболевания, есть ли к нему склонность. Поскольку на первом этапе застрахованный заполняет анкету. И он рассказывает врачу, что, допустим, у него в семье по нисходящей линии у родственников имеется заболевание, допустим, у дедушки, у бабушки, либо по горизонтали у каких-то двоюродных сестер. Такой пациент подлежит наблюдению. Во-вторых, раннее выявление, чему способствует, был принят давно, уже в 2012 году, приказ Министерства здравоохранения. Он утвердил порядок оказания помощи пациентам с онкологией. В феврале 2019 года, с учетом изменений, в том числе в приказы о диспансеризации, были внесены изменения в сроки ожидания для пациентов с онкологией. То есть на сегодняшний день, согласно этого приказа номер 915-Н, срок направления пациента при подозрении у него онкологического заболевания врачом-участковым терапевтом, либо фельдшером, если это какой-то отдаленный район, либо врачом общей практики составляет 5 рабочих дней. То есть если заподозрили или выявили в ходе диспансеризации, пациент направляется в специализированное учреждение, в данном случае, допустим, Алтайский краевой онкологический диспансер. Ну а обычно сроки какие? Вот вы сказали 5 дней. Ну разные бывают сроки, потому что в принципе пациент должен быть направлен обследованным. На первичном звене он должен быть обследованным с определенным объемом диагностики, быть направлен в ОКОТ. Далее. Если амбулаторное звено обладает возможностью взять материал на биопсию или гистологию, для того чтобы подтвердить разновидность самого заболевания, опухоли, не может превышать 15 рабочих дней. И далее с момента выдачи направления с 14 дня начинается специализированное лечение в онкодиспансерии. Вот помощь страховых представителей второго уровня в чем заключается? Во-первых, человеку очень страшно слышать такой диагноз, даже если это пока подозрение. Здесь очень важна деликатность. Здесь важно пациента настроить на лечение. К нему можно обратиться с любыми вопросами. Если пациенту дополнительно назначается какое-то обследование, а он, допустим, приехал из другой больницы, из Алтайского края, то есть, по сути, пациент должен вернуться к себе в поликлинику, в ЦРБ какую-то, и получать там объем обследования. На сегодняшний день разрабатывается маршрутизация совместно с Министерством здравоохранения, как сократить вот эти сроки движения у пациента для обследования. И мы хотели бы сосредоточить все, чтобы врачи АКОДа, назначая эти обследования, все это делалось в рамках АКОДа. Точно так же база не всем обладает все, что у них есть, чтобы пациент в короткий срок прошел здесь, все, никуда не уезжая в свой район, допустим, в Баевский или в Поспелиху. Вот в этом суть работы страхового представителя. То есть он его в буквальном смысле за руку может скоординировать, сходить с ним к заведующему поликлиникой, потому что человек может не запоминать, он может не понимать просто, что ему назначили, куда ему с этим идти, как ему попасть. Звонить родственнику, если он приехал один без сопровождающего, ну и просто человек растерян. То есть определенное учреждение. Поэтому здесь помощь страховой представитель. Причем по негласной договоренности у нас из трех страховых компаний нет такого, чтобы, допустим, сегодня день дежурства другой компании подойдет наш застрахованный и ему откажут в помощи. В обязательном порядке помощь оказывается любому человеку, который обратился. Вот такая задача. Юль, давайте перейдем к вопросам, которые пришли от застрахованных специально для вас. У меня есть действующий полис, спрашивает человек, который находится в Алтайском крае, я его не успел получить, так как уехал в Москву, и на данный момент регистрации в Москве у меня нет. Я беременна. Каким образом я могу получить полис и встать на учет в поликлинику? Беременность, это прекрасно. Жизненный такой вопрос, интересный. Ну, начнем с того, что раз уехала на совсем и собирается вставать на учет в Москве, соответственно, а, должна выбрать страховую компанию на территории региона, где проживает, значит, если есть филиал нашей страховой компании, значит, идет в нашу. Если хочет в другую, переходит в другую, либо выбирает вообще третью. Выбирает страховую компанию застрахованной, далее выбирает поликлинику по месту жительства, по территориально-участковому принципу, почему по нему, потому что приближенность, особенно для Москвы, актуальна, да, зачем на другую сторону куда-то ездить. Подает заявление на имя руководителя поликлиники о прикреплении и встает на учет по беременности. При этом регистрация не имеет никакого правового значения. То есть местом жительства считается место, где гражданин преимущественно проживает. Она приехала, допустим, к новому супругу, но у нее осталась регистрация в Алтайском крае. Ей не нужно подтверждать свою регистрацию в поликлинике. Она должна просто написать заявление, что я проживаю, допустим, в городе Москва, Вишняковского, 20. И встает на учет. И все. А полис она получит той страховой компании, которую, значит, она выберет. Ну, еще один вопрос. Видео у одного знакомого. Полис Ресамед медицинского страхования в виде пластиковой карты. Могу ли я заменить свой бумажный на пластиковую? Как это сделать? На сегодняшний день они просто, если они выданы бумажные, они в хорошем состоянии, они не меняются. Мы первично выдаем в пластиковой форме тем, кому они выдаются вообще впервые, либо новорожденным. На сегодняшний день необходимости в замене нет. Функция у них равнозначная. Но если сильно хочется, то приходит в пункт выдачи полиса, подает заявление и меняет. Хорошо. Ну, это еще достаточно любопытный вопрос, как мне кажется. Получили полис два месяца назад, лежали с ним в больнице. Сейчас нужно лечь повторно, и вдруг сообщают, что полиса нет в базе данных. Вот такое вообще может быть? Это может быть, это нормально. Допустим, он получил страховой, был утерян страховой полис, он его получил именно потому, что попадает в стационар. Это нередкая ситуация. Далее, по окончании стационарного лечения медицинская организация подает на оплату страховой случай. А в поликлинике работает определенная база, она называется армполиклиникой. Для того, чтобы пациент появился в базе данных для записи через интернет-регистратуру 22, он должен просто первый раз появиться в поликлинике по месту прикрепления и получить у регистратора этот талончик. В последующем его данные будут видны вот в этом электронном носителе. До завершения эфира ровно минута. Вот еще один вопрос, я думаю, вы успеете ответить. Поступило предложение пройти диспансеризацию в октябре, но в октябре я не могу быть за пределами региона. Когда могу пройти еще? Ну, я уже вначале об этом говорила, то есть мы рассылаем смс-приглашение с учетом вот даты рождения. Если он родился в октябре, поэтому его и пригласили. Но до конца года есть ноябрь и декабрь, вернувшись, он может прийти в поликлинику по месту жительства. Спасибо большое вам за эту полезную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Будьте здоровы, приглашайте еще. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Юлия Малиновская, начальник отдела по защите прав застрахованных.